всем привет друзья вы на канале железли с вами июля сегодня я снимаю для вас видео про игры в этом видео я хочу собрать парочку лучших игр которые я нашла в январе и уже феврале потому что сегодня уже февраль ну и собственно он скоро заканчивается поэтому я нашла подборку так скажем февраля так что я надеюсь что эта рубрика вам понравится эти игры вам тоже понравится если вдруг я буду немного странно говорить просто не обращайте внимание потому что вчера мне потянули резинки для брекетах и у меня сейчас очень странная вообще речь так что извините но просто я очень хотела записать это видео поэтому про сразу говорю если вдруг такие дефекты будут то это только в этом видео потому что я очень сильно хотела его записать ли вам понравится видео заставьте лайки подписывайся на мой канал 150 лайков выпускаю следующую часть про игры поэтому погнали первая игра которую хочу вам рассказать называется find out в этой игре вам нужно найти любые предметы найти какие-то вещи поиграть так скажем шпиона широко холмса потому что вы получается заходить какую-то комнату в какое-то пространство и там вам дается определенный набор предметов которые вам нужно найти в этой комнате любой ценой любыми способами но какими вы уже должны сами догадаться но самое главное чтобы пройти на следующий уровень другую комнату вам нужно найти парочку предметов игра мне понравилось потому что она не совсем легкая игра на внимательность собственно потому что ты должен прям точно найти эти предметы и подумать где они могут спрятаны спрятаны они могут быть в любом месте хупинг с эта игра где получается вам дается голова какого-то человека странно немного но ладно и получается дается дорожка с препятствием вам нужно проходить но еще плюс в том что вы можете открывать рот то есть допустим если вам нужно пройти какое-то препятствие вы можете нажать на эту голову вот так вот и получается на откроется откроется рот можно собирать монетки и также проходить препятствия быстрее потому что за счет этого вы сможете быстрее ездить У вас скорость будет больше, в чем огромный плюс Rocket Rooster, в этой игре вам получается дается курица Она очень смешная на самом деле, это реально классная игра И вы тоже должны проходить препятствия Вас сначала вот так вот из ракеты запульнут и вы полетите Но получается суть в том, что вы должны не попадаться на разные препятствия Вы должны их пролетать Игра кстати очень быстрая, динамичная И вам нужно как-то быстро среагировать на любое просто препятствие, которое есть Иначе тогда вы проиграете В этой игре вам дается пришелец на своей космической коробочке На своей космической тарелке И он должен ловить шарик, который постоянно летает сам по себе А вы в роли пришельца-инопланетянина должны его словить Точнее защитить вот это пространство от этого шарика Если вы его не защитите, это пространство, то игра закончится Вам нужно всеми силами противостоять, чтобы шарик попал на вашу территорию Ребусы плюс Ну думаю по названию все понятно Но мне понравились все ребусы, потому что есть как и сложные ребусы, так и легкие И честно, я вообще когда нашла в эту игру, я такая думаю Надо бы вспомнить как решаются ребусы У них что-то есть, они прикольные Знаете, если ты хочешь как-то немного свой мозг в другую сторону, то есть в логическую часть направить То можно поиграть в эту игру, потому что иногда только вот мышление в сторону там просто предметов каких-то убивает И ты хочешь немного какой-то логии, немного креатива и вот скачиваешь это приложение и играешь Собственно я так и сделала и начала вот играть, сейчас вам показываю именно первые уровни А так я уже там прохожу дальше и дальше, эта игра мне реально понравилась Под мастер 3D в этой игре вам просто нужно лепить глиняные разные кувшины, к чашке, там все что угодно На первых уровнях это кувшины, вам нужно получается их подстраивать под определенный размер И собственно мне понравилось, ты спокойно лепишь, медитируешь, так скажем Спокойная игра, расслабляющая, даже могу сказать, что антистресс Dreadmill это игра, где получается вам дается какой-то зверек Вы должны проходить уровни, но самое главное, что вы должны их проходить так, чтобы у вас была дорожка И вы получается очень быстро нажимали, там также бывают препятствия, бывают крестники, куда нельзя наступать Если вы туда наступите, игра закончится, но также если вы будете долго думать и долго ждать То у вас тоже игра закончится, потому что там все быстрее и быстрее к вам может подкрадываться, так скажем, смерть Потому что там вот эти все квадратики, они покрываются за очком смерти Так что вам нужно как можно быстрее принимать решение, идти на следующий уровень И также принимать правильное решение, если вы примете неправильно, то вы тоже проиграете Поэтому эта игра мне очень понравилась, она затягивает, ты хочешь с каждым разом все пройти больше и больше И все-таки выиграть Вы, наверное, в этом видео можете заметить очень много игр про гольф, но я просто как-то зашла в подборочку от App Store про гольф, собственно, и там нашла очень много игр, которые скачала, так что сегодня в подборке вы увидите много игр про гольф, которые между собой перекликаются, но тем самым вы сможете найти для себя какую-то самую лучшую игру про гольф, если вам тоже это понравится, и скачать. Болстик, то дается вам просто белый шарик, пространство, так скажем, поле, вы должны запульнуть шарик, но не очень сильно, не очень медленно, то есть вы должны найти оптимальный вариант того, как можно его запустить, и он должен пройти до финиша. Разные бывают пространства, то есть вам дается и вот такие вот какие-то странные, и просто прямые, короче, уровней очень много, но игра заключается в том, что вам нужно сообразить, как все-таки правильно запульнуть этот шарик, чтобы не пострадать, чтобы все было отлично, поэтому вот такая вот игра. Ну, как я и говорила, игры про гольф, и следующая игра называется мини-гольф. В этой игре, как ни странно, нужно играть в гольф, тоже тут, кстати, похожая игра на предыдущую, потому что вам нужно подумать, как запустить этот мячик в лунку, чтобы он точно туда попал, а не проиграть, чтобы вы не проиграли, чтобы он не попал куда-то за другое поле, короче, вам нужно подумать скорость того, как вы его направите, то есть скорость вашего направления, так скажем, и вы должны точно попасть в лунку, никуда больше, тогда вы точно пройдете на следующий уровень. Ну вот это очень классная игра, она мне напомнила какую-то игру, которая называлась вроде бы кухня, но та игра была только с интернетом, и мне это очень не нравилось, потому что интернет тоже очень много тратил энергии на телефоне, так скажем, заряда батареи, еще плюс эта игра, а тут ты можешь играть в эту игру, которая называется Spongebob, но она без интернета, представляете, я очень долго думала, что она с интернетом, поэтому я не хотела ее скачивать, потому что я все-таки за игры без интернета, так как они оптимальны, можно играть везде и не включать интернет, тем самым у тебя даже реклама не будет на телефоне, что отлично, я, кстати, всегда так играю. Кто спрашивал, почему я показываю игры, где много рекламы, я просто включаю интернет, и у меня никогда так рекламы не бывает. И получается в этой игре вам нужно создавать свою кухню, создавать свою столовую, это все в виде Красти Крабса, там все с любимыми героями Spongebob, там Squidward, также Патрик, короче, все-все, что там только есть. Я думаю, вы, если любитель именно этого мультика, Кубка Боб, квадратные штаны, то вы точно захотите скачать эту игру, потому что я, даже честно, если я не любитель этого мультика, все равно скачала, потому что очень классная мультяшная игра, она безумно детализирована, также тут очень много разных уровней, вы должны самое главное готовить, радовать посетителей, готовить сначала блинчики, кофе, потом вроде вы можете готовить бургеры, но я пока что до этого уровня еще не дошла, поэтому посмотрим, так что скачивайте тоже, будем играть вместе. The Lower, в этой игре вам нужно, получается, играть в разные логические игры, то есть это, получается, такое, знаете, даже можно сказать, приложение, потому что тут совокупность многих игр, и все игры предназначены для логики, то есть где-то вы, получается, соединяете какие-то линии, где-то вы там соединяете какие-то фигуры геометрические, что-то вы угадываете, эти все игры направлены на то, чтобы вы развивались, чтобы ваше мышление тоже продвигалось дальше, и, конечно же, вы выстраивали свое логическое мышление. Walkmaster, но это смешная игра, тут, получается, вам дается какое-то животное, допустим, сначала это овса или коза, если не ошибаюсь, и она ходит на ходулях, но ходить не так просто, потому что бывают ходули ломаются, бывает падает эта казах ходуль, и, так скажем, у вас, получается, не получается играть дальше, проходить препятствия, поэтому суть этой игры заключается в том, чтобы вам не упасть этих ходуль, идти правильно, дойти до финиша, очень много бывает препятствий, которые, знаете, там, с пираньями, допустим, то есть она может просто прокусить ваших ходули, и все, они сломаются, вы умрете. Следующая игра про гольф, одна из моих самых любимых, потому что называется она Golf Blitz, в этой игре вам нужно соревноваться с противниками, кто быстрее, собственно, забрось свой шарик, дойдет до финиша, тебе сначала дается просто обучающие уроки, я думала, что суть игры заключается в том, что, как и у предыдущих игр про гольф, но, оказывается, тут у вас даются противники, вам нужно опередить их как можно быстрее, потому что не всегда так просто, так как там даются достаточно-таки огромные препятствия, вы сейчас сами можете заметить, ну и, собственно, вы должны их проходить, вы должны достигать финиша быстрее, чем ваши противники, вам всегда набирается какая-то команда, и вы должны быть быстрее нее. Погоняем? Следующая игра называется Spot Racers, в этой игре вам нужно быть роли водителя, который дрифтит, который гоняет, просто гонщик нелегальный, так скажем, вы, получается, должны ехать по полю, ну или по дороге, так скажем, и постоянно дрифтить, гонять, просто жать на газ, чтобы быстрее-быстрее ехать, и, конечно же, вы должны, получается, там постоянно набирать скорость, сколько у вас есть в этой машине скорости максимальной, так скажем, то вы должны ее набирать. Но самое главное, конечно же, не убиться без криминала, так скажем, но все-таки вы должны выиграть противника, дойти быстрее до финиша, преодолеть все препятствия. На самом деле препятствий там особо нет, но вы должны просто разогнать такую скорость, чтобы опередить противника и быстрее попасть на финиш. Еще один вид спорта, который мне понравился именно в игре, это крикет. Следующая игра, собственно, про него, потому что в этой игре вам дается человек, то есть которым вы управляете, и также другой человек, который постоянно подает вам мячи, и вам нужно их отбивать, собственно, и успевать, потому что, честно, у меня получилось всего лишь один раз это сделать, то я очень рано начинаю отбивать, то я очень поздно, из-за этого я постоянно пропускаю мячи, вам нужно, конечно же, как можно больше мячей поймать, точнее, отбить, и вот, собственно, суть этой игры. Как думаете, какая будет игра? Нет, не про гольф, потому что называется мини-гольф-ворс. В этой игре вам нужно также заревноваться с противниками, кто быстрее забьет в лунку мячик, и эта уже игра немного отличается от предыдущих, я думаю, вы заметили, что в каждой игре есть какая-то, собственно, изюминка, и то, что может вам понравиться больше, чем другие игры, поэтому посмотрите, возможно, эта игра вам понравится больше, но суть, я думаю, везде одна, вы ее поняли, просто вы сейчас можете заметить на экране, как выглядит эта игра. Эта игра уже посложнее, называется линия супер, прочитала на русском, победа. Но на самом деле эта игра мне понравилась тем, что тут, получается, вы должны на скорость определить, какие вам цвета нужно соединить, то есть вам дается сверху в панели цвета, которые определенные вам нужно соединить, и также дается, собственно, вот это вот местечко, где размещены все эти цвета, вам нужно срочно их соединить, пока они там не ушли обратно, они то появляются, то уходят, и вам нужно проследить, когда они появились, собственно, срочно соединить все цвета, чтобы вы не проиграли. Мистер Джамп Ворд, вам в этой игре нужно, получается, проходить препятствия и добиваться того, чтобы вы не умерли, потому что вам нужно постоянно держаться в действии, то есть постоянно жать на вот этого вот мистера Джампа, который выглядит как квадратный какой-то человек, как человек из Майнкрафта, очень странно, что он тут делает, ну ладно. И, получается, вам нужно постоянно на него жать, чтобы он не падал, чтобы он не спотыкался, и он должен постоянно летать, то постоянно там подпрыгивать, короче, игра заключается в том, что вы должны постоянно прыгать, прыгать, прыгать и не попасться вниз и не умереть в футбол, вот так она называется. И вы, получается, тут должны вот так вот играть, то есть у вас есть поле, есть ваши противники, которые постоянно хотят вам забить мяч, но вы же все-таки вратарь, вы же защитник, так скажем, поэтому вы должны защищать свои ворота, и вам даются вот такие вот две штучки, вы должны постоянно них жать и постоянно накидать им, наоборот, мяч в ворота, а не они вам. То есть вы должны постоянно противостоять против своих противников, и, собственно, не дать, чтобы вам забили хоть один гол. А я сначала не поняла, кстати, мне забили гола три, а потом такая, а, понятно, что за игра. Поэтому не допускайте моих ошибок, играйте сразу. Так что постоянно жмите на вот эти вот штучки, которые постоянно открываются и закрываются, и кидайте только мячи им, а вы, собственно, выигрываете. Такое получилось видео, я надеюсь, что вам оно понравилось, вы нашли для себя новые игры, пишите, пожалуйста, ваши пожелания по поводу игры в комментариях, потому что я не знаю, какие игры вам нравятся больше, все, или искать какие-то определенные игры на любые темы, допустим, про спорт, про логику, про внимательность, про мышление, про поиск каких-то вещей, про раскраски, антистресс. Короче, пишите, пожалуйста, в комментариях, это очень мне поможет в поиске и выборе игр, тогда, возможно, видео будет выходить очень-очень часто. Кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, нужна ли вам такая рубрика, где я буду только по определенным тематикам показывать вам игры. То есть, допустим, например, сегодня у меня будут игры только аркады, завтра только раскраски, какие-то книги антистресс, так скажем, потом в следующий день у меня будут только игры на логику, на мышление, также там какие-нибудь будут игры про обустройство домов, там, создание кухни и так далее. Короче, будут игры на разную тематику, но такие видео будут выходить чаще, конечно, игры там будет не так много, но такие видео у меня получится снимать как можно, можно больше. Пожалуйста, напишите в комментариях, за вы или нет, вы будете такие видео смотреть, будете лайкать, комментировать, то я тогда, возможно, сделаю такую новую рубрику, так скажем, переформирую немного мой канал, потому что сейчас мне скоро уже сдавать ЕГЭ, кто вдруг не знал, и на самом деле до ЕГЭ осталось очень мало времени, меньше 100 дней, поэтому мне нужно усиленно готовиться, и я не всегда успеваю выпускать видео такие вот, чтобы они выходили как можно чаще, а я знаю, как вы их любите. Поэтому напишите, жду вас очень сильно в комментариях. Ну что ж, с вами была ваша Юля, не забывайте 150 лайков, следующее видео про игры, также подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях все, что я вам сказала, собственно, спросила у вас, мне будет очень приятно, что вы смотрите это видео до конца, и учтете все, я учту ваши все пожелания, которые вы напишите в комментариях. Ну что ж, с вами была ваша Юля, всем желаю счастья, любви добра, до новых встреч, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok